В столице сегодня вновь было неспокойно. Десятки предпринимателей осаждали Министерство культуры и спорта. Они требуют возобновить программу «Артспорт». По ней государство оплачивает услуги спортивных и творческих кружков за каждого ребенка. И вот недавно финансирование внезапно приостановили. Я инвестор, человек с деньгами, который за свой кровный день открыл зал, стал попрошайкой. Приходите и говорите, дайте мне деньги, я не могу заплатить. Зачем вы тогда эту программу создавали, если теперь мы, нормальные люди, которые работали без вас, стали бещерашками просто? У меня долг. Три месяца, а у меня полтора миллиона аренда. Примечательно, что финансирование требуют не родители, а предприниматели. Они утверждают, что участвовать в программе стали вынуждено. Многие родители начали забирать детей из коммерческих секций и отдавать их в бесплатные кружки. И вот, чтобы не обанкротиться, пришлось присоединиться к «Артспорт». Тогда, говорят, и мысли не было, что государство задолжает им крупные суммы. Сейчас же выясняется, что годовой бюджет для детского досуга уже потрачен. В Акиматах признали, что не учли такой наплыв желающих. А вот в Минкультуры заявили, что в кружках и секциях нашли приписки и мертвые души. Бизнесмены надеялись получить помощь из республиканского бюджета. Но из министерства их отправили обратно в Акимат. Дети, которые ходят, они же зафиксированы в ваш активный лаучер. По ним оплата идет, да, кредиторка сейчас. Нет, оплочит, говорю, они оплочат. Акимат всегда оплочит он. А почему задержка? Задержка, потому что нет денег. Они сейчас на массы в хате будут стоять. Редактор субтитров А.Семкин